Акция «Наше внимание ветеранам войн и труда», инициированная Белорусским фондом мира при поддержке Министерства здравоохранения, стартовала 29 октября в Брестской областной клинической больнице. Очередной этап проекта – обустройство палат для ветеранов. Самый большой помощник в этой акции – компания «Пятый элемент». В торжественном мероприятии приняла участие Марина Василевская, первая женщина-космонавт в Беларуси. Задача – помочь нашим ветеранам войн, труда, пожилым, нашим старикам и нашим детям помочь, как-то, знаете, немножечко сделать их жизнь немножечко ярче. И я считаю, что наша организация, Белорусский фонд мира, она очень большая. Нас более 200 тысяч, более миллиона миротворцев и волонтеров. И, конечно, все зависит сегодня только от нас. Если в наших сердцах будет забота, милосердие, сострадание, то и на нашей планете будет мир. И я хотела поблагодарить. В торжественной обстановке награждали грамотами медицинский персонал больницы за значительный личный вклад в укрепление мира и созидание в белорусском обществе. Александра Карпицкого, главного врача Брестской областной клинической больницы, и Вадима Кравчука, заместителя председателя облисполкома, наградили медалью «Заслуженный миротворец». Спасибо за многолетнее сотрудничество вас и вашего коллектива. От миллионов, от миллионов добрых сердец, любящих сердец, с огромной благодарностью за тот вклад в мир и созидание белорусской обществе, который лично вы делаете. Разрешите вас, выдаю, высшие награды благородского фонд мира. Спасибо. Чтобы старшее поколение понимало, что забота о них не на словах, а на деле, в распоряжение больницы были переданы удобные кровати, новые тумбочки, телевизоры, холодильники и другое оборудование. Все то, что необходимо для комфортного лечения. Сегодня это не только практическое применение того, что мы делаем, но это очень серьезный нравственный аспект. Нравственный аспект, который говорит о том, что если в стране заботятся о старшем поколении, то в этой стране все будет в порядке. Более того, когда это мы делаем вместе, когда это делает государство, общественная организация, бизнес, простые люди, это говорит о том, что действительно мы живем все в одной семье, в которой нет ни чужих стариков, ни чужих детей. Поэтому мы это делаем действительно с чистым сердцем. Нам это нравится, у нас получается, и люди нас поддерживают. Поэтому я полагаю, что этот проект будет успешно завершен, и будем думать уже над реализацией каких-то других. Акция проходит уже порядка пяти лет. Главная задача сейчас – помочь обустроить палаты для ветеранов войн и труда по всей Республике Беларусь. И на сегодняшний день уже около двух тысяч палат. На самом деле можно сказать, что это подарок 80-летию больницы, которую мы недавно отметили, потому что из тех 23-3 палат, которые по Брестской области будут укомплектованы новыми кроватями, тумбочками, телевизорами, холодильниками нашей больнице досталось 11. И я должен подчеркнуть, что Фонд Мира нас не забывает. И это уже третий раз проводится такое мероприятие, когда мы получаем в подарок бытовую технику и принадлежности для ухода за пациентами. Поэтому, мне кажется, это очень хорошая традиция. И вот мы даже прошли сейчас по отделениям. У нас все-таки есть еще отделение, где таких палат нет. Поэтому перспектива тоже у нас есть получить еще такие подарки. Вот такие условия сейчас с уважением предоставляют людям, которые когда-то рисковали своей жизнью. Ведь благодаря ветеранам мы сейчас живем спокойно, мирно и счастливо. Живите настоящим, смотрите в будущее и помните свое прошлое. Полина Рацевич, Эдуард Бакунович, Олеся Столярчук. Новости Бреста. Продолжение следует...